Время говорить Впрочем, вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска Поиски продолжаются Рязанские следователи сообщили подробности розысков жительницы Скопинского района Оксаны Панферовой Где вода? Жильцы многоэтажки в Дашковой песочне не могут добиться от коммунальщиков подачи воды в свои квартиры почти целую неделю Национальная борьба самбо Рязань принимает первенство России среди юниоров и юниорок Ну а теперь обо всем подробнее Рязанские следователи продолжают поиски пропавшей жительницы поселка Желтухинский Скопинского района Оксаны Панферовой 1998 года рождения Молодую девушку последний раз видели почти два месяца назад Но до сих пор совершенно нет никаких известий, в каком именно направлении она могла уехать Общалась со следователями Олеся Харлина Поиски Оксаны Панферовой длятся почти два месяца В день исчезновения 21 декабря 2014 года девушке исполнилось 16 Пользуясь социальной сетью, она пригласила своих знакомых отпраздновать день рождения Но никто так и не захотел прийти Есть информация, что несмотря на юный возраст, Оксана кротким нравом не отличалась И могла устроить ссору на пустом месте Оксана проживала в поселке Желтухинский Скопинского района Он расположен рядом с трассой М6 Каспий Или, как его еще иногда называют, Москва-Астрахань Последний, кто видел Оксану, ее приятель Они вместе катались на автомобиле молодого человека По словам кавалера, он довез девушку почти до дома и больше ее не видел Знает только, что подруга собиралась в город Скопин на дискотеку Но в тот день, выяснили следователи, танцев не было Оксана была одета в тот день в светокоречную куртку, черные лосины, кроссовки черные с розами шнурками, черная вязаная шапочка с бувенцами По одной из версий, Оксана могла воспользоваться железнодорожным транспортом К тому же, один из таксистов дал показания, что 30 декабря подвозил похожую девушку к Рязани 1 С собой у пропавшей не было ни паспорта, ни телефона, только 400 рублей Последственные органы просят всех, кто 21-22-го проезжал по данной трассе и мог видеть девушку на дороге или подвозил ее Просим обратиться к дежурному последственному управлению Либо сообщить любую информацию, которая могла бы нам помочь в розыске В биографии Оксаны Панферовой уже были случаи, когда теплой постели, она предпочитала берег пруда или грязный подъезд Хочется верить, что и на этот раз девушка просто решила почувствовать себя самостоятельной А теперь городским новостям К нам в редакцию обратились жители дома по улице Тимакова, корпус 1 Это в Дашково-Песочне Жильцы жаловались на свою управляющую компанию, которая оставила весь стояк девятиэтажного дома без воды на целых пять дней Сейчас, напомним, на улице отнюдь не теплое время года И почему периодически случаются подобные весьма неприятные для горожан инциденты, разбиралась Оксана Тебенихина Прожить без горячей воды пару летних недель, как оказалось, не так уж трудно Жителям 18 квартир в доме 12, корпус 1 на улице Тимакова Пришлось пережить пять нелегких морозных дней без какой-либо воды вообще У нас с пятницы прорвало трубу, вот хозяйка, дозвонились хозяйки Она сказала, говорит, я приеду в субботу Они говорят, в субботу, воскресенье мы не работаем Вот, я пошел в понедельник, она приехала, сантехники пришли, покопались Метаз разбили, колализацию разбили Сказали, что у них кончится бензин И все, я пошел в ЖКО, мне там культурно послали Сказали, что ни по бензинам нет, ни в запчастях нет ничего Куда мы деньги платим, неизвестно Вот пять дней, 18 квартир сидел без воды, без горячей, без холодной, вообще абсолютно Никто ничего не делал Я звонил и, как она там называется, в аварийку мне там тоже самое сказали Разбирать свое ЖКО Чтобы привести себя в порядок, людям приходилось напрашиваться в гости к знакомым Кто-то не мог собрать детей в школу, и они были вынуждены оставаться дома Ходил к знакомым, дети у меня в школу не ходят, сидят дома, потому что помыться негде В туалет сходить негде Ходил в ЖКО, ноль эмоций Только одни обещания, сделаем, сделаем Вот пять дней они стоят, делаем, пять дней К приезду нашей съемочной группы, как по мановению волшебной палочки, прибыли и представители ЖКО номер 17 Начали ремонтировать лопнувшие трубы Также швы текут, заявку делали вообще, вот целый год никто вообще не приходил, не замазал Вот сегодня вот сказали, что приедет телевидение, пришли все сочетники Жильцы безводных квартир вздохнули с облегчением Но, как они сами утверждают, праздник к ним пришел ненадолго Проблем с водоснабжением, освещением, отоплением в их доме хватает И куда, спрашивается, уходят деньги, если даже аварийной машине на бензин их порой не хватает Смех, да и только Видеоматериал, который вы сейчас видели, снимался сегодня утром К моменту выхода в эфир, жители дома по улице Тимакова сообщили, что воду им все-таки включили В общем, эта история, хоть и со счастливым концом, но оставляет неприятный осадок Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021 Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия И хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам И авторы программы «Время говорить» постараются помочь Ждем ваших телефонных звонков А теперь к происшествиям Рязанские дорожные полицейские сообщают подробности страшной автоварии, произошедшей сегодня утром на трассе М5 «Урал» В результате которой два человека, водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли Дорожные полицейские поведали рязанским журналистам историю, которая с лихвой тягет На сюжет голливудского блокбастера с нотками российского народного абсурда 27-летний молодой человек поссорился со своей супругой С горя напился, сел в автомобиль и отправился покорять республику Мордовию По пути он не забывал дозаправлять свой и без того нетрезвый организм в придорожных кафе На 378-м километре автодороги Москва-Челябинск создала конфликт на дороге С женщиной-водителем, двигающейся с ним в попутном направлении Пошел на обгон, она меня чуть в потвору не закинула Я среагировал, ушел Что происходило дальше? Ну, дальше совершил обгон ее, как говорится Подрезал, она остановилась, по зеркалу ударил Сел в свой автомобиль и уехал дальше Женщина не растерялась о данном конфликте, сообщила в полицию Просьбу сотрудников ГИБДД о постановке мужчина проигнорировал и ударился в бега Погоня закончилась совсем скоро, на проселочной, нечищенной от снега дороге Его автомобили, автомобиль сотрудников ДПС, увязли в снегу Сотрудники ДПС закрыли свой автомобиль и уже бегом догнали нарушителей и задержали его После прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Несколько раз превысил допустимую норму содержания алкоголя на литров отдыхаемого воздуха Ну а утром вторника в Рыбновском районе произошло серьезное ДТП Водитель автомобиля ИШ попытался пересечь трассу М5 Урал, но не успел Водитель автомобиля ИШ Ода, двигаясь со стороны деревни Горяйного, Рыбновского района Пересекал проезжую часть автодороги федерального значения М5 Урал По которой по правой полосе двигался автомобиль МАЗ Со стороны города Рязань в сторону города Москвы Водитель грузового автомобиля применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте А накануне сотрудники полиции побывали в восьмой школе Там они рассказали ребятам о буднях своей профессии Общение правоохранителей и школьников проходило в рамках урока мужества В рамках патриотической акции МВД России «Неделя мужества» Сотрудники вневедомственной охраны провели открытый урок для учащихся школы номер 8 На встрече присутствовали ученики седьмых и восьмых классов Перед школьниками выступали представители ветеранских организаций и сотрудники полиции Начался урок мужества с возложения цветов к портрету выпускника школы Романа Соколова Героя России, погибшего при исполнении боевого задания на Северном Кавказе Вы должны, ребята, гордиться, что наша школа, восьмая школа, а я ее в свое время кончал Воспитывать таких граждан, Российской Федерации Роман, вечно я тебе память Гости рассказали ребятам о задачах, которые сегодня стоят перед полицией И в частности перед сотрудниками вневедомственной охраны Руководством МВД ветеранской организации уделяется большое внимание Дело воспитания подрастающего поколения, молодежи На протяжении длительного времени руководство школы, его педагогический состав Ведет планомерную работу в деле воспитания мужества у подрастающего поколения Беседа школьников и полицейских прошла в дружеской обстановке Ребятам было интересно и полезно пообщаться с серьезными людьми А в 34-й рязанской школе состоялся первый городской шахматный фестиваль Сейчас проводится не так много детских турниров Хотя именно на них и прививается интерес у ребят к шахматам И повышается мотивация к занятиям спортом Как показал проходящий сейчас трехдневный школьный шахматный фестиваль Поклонники древней игры все-таки есть и в Рязани Как известно, за последние годы число секций, где ребята могли обучиться основам шахматной стратегии Неуклонно сокращалось И вместе с этим заметно уменьшилось и количество юных шахматистов Поэтому, чтобы перебороть сложившуюся негативную тенденцию Известные рязанские шахматные тренеры организовали массовый детский турнир Развивать шахматы решили такими фестивалями школьными Мы сначала думали, что у нас будет где-то 50-60 человек Не получилось, у нас больше сотни Сейчас 120 имеется в наличии, некуда сажать ребят Мы думали, что у нас сначала будет одна школа Но у нас тут третья школа, вторая гимназия, пятая гимназия, 62-я школа А с московского района честно не помню какая школа Очень большой интерес вызвал у ребят вот этот наш фестиваль И мне хочется, так как это фестиваль первый Мне очень хочется, чтобы такие фестивали начали движение по Рязани, по Рязанской области Из-за большого числа участников ребята играли фактически в Блиц На партию каждому давалось по 15 минут Первый школьный шахматный фестиваль состоялся в 34-й школе Так как у этого учебного заведения есть замечательные традиции по развитию интеллектуальной игры В школе уже почти 30 лет работает секция Причем занимающихся раньше было так много, что из них полностью сформировали отдельный учебный класс В общем, первый школьный шахматный фестиваль, хоть и проходил на Масленичной неделе, получился отнюдь не комом Большое число участников, достаточно высокий уровень игры и зрительского интереса Все эти факты позволяют надеяться, что юных поклонников шахмат уже в ближайшем будущем в нашем городе значительно прибавится И еще одно большое спортивное мероприятие проходит в областном центре В Манеже юность вместо беговых дорожек появились борцовские ковры На которых перспективные российские самбисты будут разыгрывать между собой медали Всероссийского первенства по самбо Сегодня в Рязани стартовало юниорское первенство России по борьбе самбо Как отметил региональный министр спорта Татьяна Пыжонкова, это не только большая честь, но и прежде всего ответственность Принимать российских спортсменов на Рязанской земле Выбор не является случайным Рязанская область имеет значительный потенциал в развитии самбо Хорошую материально-техническую базу, сильные тренерские кадры, высокие спортивные растяжения на соревнованиях международного и всероссийского уровня Здесь у нас проходит первенство России среди юниоров Которые являются отборочными к первенству мира и к первенству Европы Ребята, которые занимают первое-второе место, значит первое место, кто занимает, едет на первенство мира Кто занимает второе место, едет на первенство Европы География обширная От западных наших границ до Дальнего Востока Все регионы, где развивается борьба с самбо, все участвуют в этих мероприятиях Соревнование проходит в Манеже Юность Торжественное открытие состоится сегодня в 18.00 Последний день соревнований 19 февраля Спортивный флаг Рязанщины доверен защищать 25 самбистам и самбисткам Высока спортивная планка турнира Победитель в каждой весовой категории получит путевку на юниорское первенство мира Второй призер на европейское первенство Что касается организации турнира, все замечательно Но у нас Рязань традиционно проводит соревнования на высоком уровне Ну и надеемся, что не порадует своих зрителей, своих земляков и выступлением еще Самбо это наш национальный вид спорта, поэтому мы за наших Поэтому мы только развиваем наши виды спорта А накануне в Минске проходили состязания Кубка мира по самбо По итогам которого представители Рязанской области стали обладателями медалей Участниками турнира были спортсмены из 18 стран На счету россиян 22 медали 12 бронзовых, 5 серебряных и 5 золотых Рязанцы принесли сборной России 5 наград 2 золотые медали и 3 бронзовые Лучшими в своих весовых категориях была признана Олеся Волкова В Минске у нас проходил этап Кубка мира по самбо Я там заняла первое место в 72 килограмма Ну да, трудно, потому что перед этим у меня был такой не особо удачный старт в Казахстане И мне морально было тяжело настроиться Но как-то все получилось, сложилось Но тяжело, борьба была тяжелая Сейчас самбо в Рязани это по-настоящему массовый вид спорта В городских секциях регулярно тренируются около 3000 самбистов Минувший год также стал успешным для рязанцев Наши спортсмены 52 раза поднимались на пьедесталы Становясь победителями и призерами мировых, европейских и всероссийских чемпионатов и первенств Это был завершающий наш сегодняшний выпуск видеоматериал Ну а далее в эфире программа подробности Гостем в студии стала руководитель Рязанского управления службы судебных приставов Ольга Бажимова В новую должность она вступила не так давно Поэтому в беседе речь пойдет о приоритетных направлениях в работе областной службы судебных приставов На сегодня это все И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова